Управление НКО Это с одной стороны просто, потому что это небольшие коллективы, четкие задачи. У нас есть попеческий совет, у нас есть управляющий совет, у нас есть учредители, которые нам в этом помогают. А с другой стороны, это совершенно сложная задача, потому что у нас зарплата чуть ниже, чем рынок, а у нас эмоционально более сложная работа, потому что это работа с благополучателями, с разной проблематикой. И потому что у нас нет специалистов, которые бы нас готовили какие-то институты, училища или хотя бы курсы. Мы их берем из разных сфер, поэтому это люди все со своим бэкграундом, со своей профессией, которая была, со своими привычками и эмоциональными, и профессиональными. Поэтому управление НКО – это такой очень интересный, такой космический корабль с разными-разными пумпочками и выдающимися антенками. В первую очередь, это выращивание коллектива, выращивание этих специалистов, потому что люди приходят со своей историей, и все, что у него есть, нужно вырастить в сторону социальной работы, в сторону эффективного менеджмента в этой области. И это требует от руководителя НКО огромных усилий, потому что каждому нужно будет найти свой индивидуальный подход, с каждым нужно будет говорить о том, какие результаты. То есть это не простая задача, потому что у тебя нет общего такого вот завода, вот ты должен делать это и так далее. То есть тебе нужно все будет выработать с этим человеком индивидуальный путь развития. Поэтому этот индивидуальный путь требует времени, сил и возможностей. Следующая очень важная вещь в нашей области при руководстве НКО – это контроль. Как ни удивительно, но люди при том, что, например, в моей организации я это называю «свобода с высоким уровнем ответственности». Я даю всем достаточно большую свободу и в графике, и в возможностях во временных, в разных исполнении проектов. Но я с людей требую. Это большая ответственность. Она не каждому по плечу свобода, поэтому не каждый человек способен, при том, что кажется, что это лучше дать человеку вот так, как он захочет сделать. Не всегда это работает, поэтому требуется достаточно жесткий контроль, причем на разных уровнях. Потому что если нет руководителя, значит, должна быть структура, которая может быть замом или человеком, который смотрит. Вот какие-то еще функции у него есть помимо своей работы, еще есть работа с коллективом. Контроль нужен обязательно, подотчетность нужна обязательно. Как бы это уныло ни звучало, но мы порой именно в благотворительности. Нам кажется, что здесь работают только суперчестные люди, только отдающиеся делу. Но здесь также есть и лентяи, также есть люди, которые плохо считают деньги, также есть люди, которые плохо относятся к своим обязанностям. Поэтому здесь мы ничем не отличаемся, собственно, от простой фирмы, на которой нужно смотреть, эффективно ли работают твои работники. Правильно ли они, прозрачно ли они к бухгалтерии, к деньгам и ко всем другим вещам, не обязательно к любой материально-технической вещи. И к своим обязанностям. Вещь новая, важная и для НКО немножко непривычная. Это иерархия, и субординация. Почему говорю, что она новая и немножко непривычная? Потому что только новые, может быть, создающиеся НКО, они уже такую имеют четкую структуру. Старый формат, ну, как я говорила, это директор, харизматичный директор, за которым идет команда. Не всегда там есть возможность выстроить сразу иерархию и субординацию. Что иногда мешает, потому что директор – это обычно и друг, и мама, и решатель всех проблем. Это иногда мешает работе, потому что где-то ты меньше можешь потребовать людей, где-то ты не можешь проявить жесткость или даже совсем какую-то суровую жесткость, потому что боишься обидеть. Эти вещи тоже нужно выстраивать в управлении НКО сразу, или если не получилось сразу, то постепенно их отстраивать. Потому что обычно это такая компания единомышленников, но в работе это иногда мешает. В последнее время интересная вещь, которую я, например, услышала на курсах повышения квалификации, просто в виде рассказа – это менеджер по вдохновению. Такой сотрудник в креативных агентствах существует, и мне ужасно понравилась эта вещь, потому что вот по-честному в коллективе, в руководстве НКО в своем, мне ужасно не хватает такого человека. Мы уже определили такого человека в своем коллективе. Но это вещь, которая очень нужна в коллективе, потому что помимо директора, который все время вдохновляет, пинает, то есть такой должен быть еще человек, который вас вдохновляет на работу, вас стимулирует делать и что-то рутинное старое, и что-то рождать совершенно новое. Но при этом у меня в коллективе есть еще такая позиция, как трафик-менеджер. Это тот, кто смотрит, когда я говорила о контроле, это тот, кто смотрит, как эффективно вы работаете, как много времени вы затрачиваете на разные виды проектов, что стоит оптимизировать, что стоит, наоборот, увеличить туда какие-то ресурсы и так далее. То есть это вещь, которая вот этот работник, он совмещает с другой деятельностью свою работу, но этот человек помогает мне понять при большом коллективе работников, уследить, как идут процессы. Не то, чтобы вот я слежу, чтобы, не дай бог, кто-то не бездельничал. Такое тоже иногда нужно на работе. Но этот человек мне очень помогает для того, чтобы понять, как эффективнее использовать небольшую команду, небольшой финансовый ресурс для того, чтобы эффективно работать. Я очень рекомендую всем. То есть это тоже какая-то такая вещь, которую я не так давно узнала о ней, что можно вот этим так активно пользоваться. Но я, конечно, могу сказать, что все эти вещи возможны только, если у вас есть на это возможности. Если нет, то все эти функции ложатся на руководителя НКО. Просто без них практически невозможно. Вам нужно будет и контролировать, и вдохновлять, и разрешать конфликты, все делать самому. И поэтому, если есть возможность, то нанимайте профессионалов на вот эти вот разные узкие вот такие вот специальные вещи. В заключении я бы хотела сказать, что самое важное в управлении НКО. Терпение. Терпение и принятие. Потому что это работа и с коллективом, и с проблемами, и с чиновниками, и с партнерами, со своими коллегами, и с бизнес-структурами. То есть это большое количество тех факторов, которые требуют от вас терпения и принятия. Потому что какие-то вещи иногда выпьют, но все нужно уметь дипломатически сглаживать. И принимать. Также я бы хотела, конечно, пожелать смелости. Потому что решиться, погружаться в какие-то новые, сложные вопросы, которые решает государство, ваша Родина и ее народ, для этого нужна большая смелость. И большие силы. Поэтому силы и смелости. Вот что нужно для управления НКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова